Привет, друзья! Канал Морозлайф на связи. У меня для вас сегодня очень важная новость. Помните, ранее рассказывал о том, что открыла Чехия безвиз для украинцев, но только при одном условии, если будут люди вакцинированы специальными вакцинами, точнее, четырьмя вакцинами, которые разрешены в Чехии определенной организации. Так вот, короче, мониторил я за новостями, следил за всей этой движухой, и были обновления, короче, каждый день в итоге обновляли до того, что теперь, ребята, все визы долгосрочные тоже принимаются только с вакцинацией. То есть ситуация следующая. Кто не имеет вакцинации, но хочет работать по рабочей карте, либо делает воссоединение семьи, либо хочет учиться студент, должен иметь вакцинацию. Если же не вакцинирован, то визу вам не выдадут. Вот такая вот петрушка. Короче, не совсем хорошая. В реальности пытался разобраться, там черт ногу сломит. Очень все сложно, потому что в реальности написано вроде бы все черным по белому, но когда начинаешь понимать более подробно, что и куда, до чего, как можно там обмануть и обхитрить систему, в итоге нифига подобного. Короче, даже уже были первые люди, которые поделились сообщением, что при воссоединении семьи, при вклейке визы уже даже у тех людей, которые еще ранее подавали документы и им одобрили, то есть 23 августа в Чехии аж изменила все эти правила, в итоге дают только визы тем людям, кто вакцинирован специальными этими вакцинами. Кто не вакцинирован, ребята, я, честно, не знаю, как вам быть, что делать в этой ситуации, у кого уточнять. По поводу деток, кстати, потому что по детям это отдельная вообще система, потому что в Чехии тут уже приняли в конце июля закон такой по поводу ребенка. Если ему от 6 до 12 лет, то можно делать тесты. Почему в Украине этого нельзя сделать, я не знаю, но это нужно уточнять реально в визовом центре, то есть звонить туда, спрашивать, как быть с детьми по воссоединению, нужны ли эти вакцинации, не нужны ли эти вакцинации, потому что это реально очень важно. По поводу шенгена, скажу так, шенген это трехмесячные визы, написано, что вроде бы можно, но мы сделали запрос вместе с агентурой, с которой мы сотрудничаем, позвонили в визовый центр, и нам сказали следующее, что вроде бы на рабочую визу это не касается, но если у людей будет старый заграничный паспорт, не биометрический, без чипа, то они будут требовать у этих людей вакцинацию, либо нужно переделывать на биометрический паспорт. Информация, ребят, неподтвержденная, но опять же, это телефонный обычный разговор, как в реальности на практике все обстоит, я не знаю, поэтому у меня к вам убедительная просьба тех людей, кто будет в ближайшее время подаваться и будут информированы полностью с визового центра всей информацией по поводу этих тестирований рабочих виз шенгенских и всего прочего, пожалуйста, напишите в комментариях под видео, под данным, что в реальности там происходит, что у вас требовали, что не требовали, обязаловка это не обязаловка, потому что реально сейчас такая начнется паника, и, честно, это напоминает, не знаете, прошлый год, когда были такие моменты с квотами, когда квоты давали, и хакеры взламывали системы, ставили всех на очередь, так вот, я думаю, это, наверное, один из таких минусов в реальности этих обязаловок, то, что первое, это нету права выбора у человека, это очень плохо, что в реальности заставляют вакцинироваться, я не против вакцинации, если честно, потому что я вакцинирован уже полностью, да, это не секрет, если кто не в курсе, мы вакцинировались полностью уже двумя давками в Чехии здесь, но я так считаю, что это дело каждого, поэтому не нужно обязаловку такую включать, ну а там, конечно, уже, опять же, решение не за мной, я не министр, я эти дела эти не решаю, но сам факт, что в Чехии правила с 23 августа подразумевает еще тест, то есть те правила, которые озвучивались ранее, они, в принципе, и остались, и ничего не поменялось, либо тестирование, то есть страны с высоким риском идут тестирование еще в той стране, откуда они едут в Чехию, потом приезжают самоизоляция и тест. В Украине же поменялись правила в чешских посольствах и консульствах. Информацию всю оставляю под видео, то есть ссылочка будет, туда заходим, изучаем, смотрим, потому что каждый раз идет новое обновление, и в реальности за этим реально не уследишь. Каждая категория, кого интересует, там, воссоединение семьи или долгосрочная виза по рабочей карте, смотрите внимательно. Один, конечно, еще из таких больших минусов будет вот этого всего движу, движла, так сказать, это то, что, наверное, некоторые фирмы просто не будут переделывать документы людям. Это очень большой минус, особенно можно потерять по дате подачи. Кто по рабочей карте, допустим, будет иметь дату подачи, работодатель ее назначает, и посольство уведомляет, или визовый центр, то это будет очень тяжело по рабочей карте сделать. Именно изменить документы, изменить дату. Это кто не вакцинирован, естественно, ребят. Кто вакцинирован, то там проблем нет. По трехмесячке тоже проблема в том будет у тех людей, конечно, у которых, допустим, есть посредники, которые занимаются этими документами, либо сами агентуры, которые не будут идти навстречу, не будут переделывать договора, разрешения, приглашения, чтобы по итогу человек потерял эти деньги. Понимаете? За себя же могу сказать следующее. Кто не в курсе, мы создали группу в Телеграме по поводу работы, рабочая группа. Там все это есть, поэтому смело заходим, изучаем. Мы полностью отвечаем за всех людей, с которыми сотрудничаем, поэтому если, не дай бог, случится такая же ситуация, то мы будем просто переделывать документы. Это касается трехмесячных виз. Долгосрочку, по рабочую карту тоже будем переносить даты, стараться договариваться с работодателем. То есть в этом плане у нас проблем не будет, потому что мы реально все легально делаем, проверено. Никаких кидалов, обманов нет. Так что, друзья, вот такая вот информация, не сильно классная, наверное. Делитесь своим мнением, просьба поддержать это видео, просьба раскачать этот видос, потому что нужно больше пролайкать, прокомментировать, чтобы большое количество людей это все увидело, посмотрело. К вам реально у меня будет просьба. И пускай уже будут люди знать, разбираться на месте. А саму ссылку под видео тоже заходите, обновляйте, потому что там реально данные меняются каждый день. Ну, такая вот нотка. Поэтому всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok